Это программа «День с толком» в студии Татьяна Голубева. Смотрите сегодня в выпуске. ФАС внесла в реестр недобросовестных. Теперь перевозчик 37-го городского маршрута не сможет участвовать в госзакупках. Планов еще достаточно. Модернизацию и ремонт Барнаульской летной школы оценил губернатор краев. Жизнь разделилась на до и после. Кто и что помогают супруги бойца с передовой справляться со сложностями и как в семье отметят День защитника Отечества. Барнаульского перевозчика на маршруте номер 37 внесли в реестр недобросовестных. Перевозчик сорвал госконтракт, сообщает ФАС. По итогам аукциона предприниматель получил на этот год контракт стоимостью 5,5 миллионов рублей, однако не исполнил принятые на себя обязательства по контракту. Так, вместо пяти автобусов в будни на маршруте работал один, а выходные – не одного. Попадание в реестр недобросовестных означает, что перевозчик два года не сможет участвовать в госзакупках. Барнаульцы призвали власти не принимать закон об эвтаназии для бездомных животных. Жители города направили коллективное письмо Виктору Томенко с просьбой не допустить массового убийства четвероногих. Напомню, в прошлом году Госдума приняла поправки, которые дают регионам право самостоятельно устанавливать порядок обращения с бездомными животными, то есть простыми словами – усыплять собак. Жители Барнаула в своем письме губернатору сообщили, что они обеспокоены такой тенденцией в регионах России. Таким образом, чиновники борются со следствием, а не с причиной проблемы. Поэтому активисты просят принять меры для борьбы непосредственно с бездомностью, ввести льготную бесплатную стерилизацию, а также обязательную маркировку. Возможно, уже в этом году алкоголь в Алтайском крае начнут продавать до 23 часов. Такой вариант событий станет возможным, если региональные депутаты дадут зеленый свет инициативе о продлении времени продажи алкоголя в торговых сетях на фоне одобренного президентом России закона о наливайках. Случиться это может уже на апрельская сессия КЗС. Подробности у Данила Кузнецова. С 1 апреля по всей России вступает в силу федеральный закон о наливайках. Его уже одобрил президент. Проект позволит регионам страны самостоятельно вводить ограничения на продажу алкоголя в местах общепита, в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Кроме того, региональные власти смогут регулировать часы торговли пивной продукцией в этих точках. Не попадают под временные рамки только рестораны. Однако наши депутаты хотят дать такую привилегию и кафе. В стенах АКЗС месяц назад уже пытались продвинуть инициативу об увеличении времени торговли алкоголем с 21 до 23 часов. Поэтому я с апреля январьской сессии снимал вопрос. Потому что раз мы видели, что федеральный закон вот-вот будет принят, ну и как бы неоднозначная дискуссия была в отношении только одного времени розничной продажи в магазинах, будем говорить, то здесь мы будем регулировать розничную продажу в целом. То есть как в предприятиях общественного питания, так и в магазинах тоже. Комплексный проект рассмотрят уже на апрельской сессии. Сейчас все еще идет его внутрипартийное обсуждение. Главная задача сбалансировать закон. Как утверждает уполномоченный по правам предпринимателей, основная проблема будет у маленьких точек. Они, скорее всего, переквалифицируются обратно в розничные магазины. Крупные сети проект едва ли заденет. Многие крупные сети, имеющие разветвленную сеть, они сами говорят, что мы не хотим связываться с жильцами. И поэтому мы работаем до 23. Достаточно большой объем продаж, порядка 30% дневной выручки, это выручка с 21 до 23. Это статистически просчитано на определенных исследованиях, которые проводились в Алтайском крае. Медицинское сообщество по-прежнему не поддерживает возможность продления времени торговли алкоголем в Алтайском крае. Однако здесь не все так очевидно, ведь главная цель закона – снизить контрафакт. Хоть Алтайский край и занимает 41 место в рейтинге трезвости среди регионов, в учет не идет процент нелегальной продукции. За 2022 год количество случаев отравления алкоголем превысило среднероссийский уровень в 3,3 раза. Не подтверждается статистически то, что в тех регионах, в которых 23 часа ограничения, там больше употребления алкоголя, больше вообще заболеваемость или больше смертность, или больше отравления. Зато, по данным Уполномоченного по правам предпринимателей, гарантирована прибавка к региональному бюджету. Насколько рассчитать трудно. Однако, к примеру, увеличение времени продажи алкоголя на час в Краснодарском крае принесло в казну субъекта более 2 миллиардов рублей. Даню Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. К другим темам. В Барнауле обновили и оснастили летную школу, одну из шести действующих сегодня в России. Ремонт завершился в учебном корпусе. В новые кабинеты приобрели необходимую технику, в том числе компьютеры и VR-очки с программой-симулятором для тренировки полета. В преддверии дня защитника Отечества в школу познакомиться с курсантами и оценить итоги работы приехал губернатор Виктор Томенко. Подробнее в сюжете. Мне нравится, что вы больны не мною. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шарм с земной не уплывет под нашими ногами. Курсанты летной школы-интерната, кроме формы, на первый взгляд, ничем не отличаются от учеников 10-11 классов средних школ. Те же уроки, те же друзья. Только о будущем после учебы знают чуть больше и конкретнее. Летные училища и военная карьера. Вот уже к сегодняшнему дню мы посмотрели более трех тысяч выпускников нашей школы. Они, ну, многие, большинство связали свою жизнь с летным делом, со службой вооруженных сил. Но где бы они ни находились, всегда они проявляли себя людьми в высшей степени, достойными и очень часто героическими. Главное достоинство переоборудованных кабинетов – симулятор полетов. Теперь для теоретической и практической подготовки к управлению настоящим самолетом используют ВИАР-очки. У нас свободное время, среда пятится, мы приходим, летаем. Вы пробовали уже летать вживую на самолете? Вживую, да. Я летал на Як-52, меня учили, я как второй пилот был, летчик. И там все совсем по-другому, но не отличаются. Такие же все действия, так же все отрабатывается. Курсанты пока только мальчики, живут в казарменных условиях. Для девчонок пришлось бы строить отдельное здание, но манит летное дело очень многих. Была моя детская мечта как-то. Смотришь в небо и видишь, что-то маняешься, что-то такое интересное, что же там. И вот для меня вот эти пять прыжков были как толчок в будущее, как осознание того, что небо – это мое, и я хочу продолжать дальше. Сегодня прыжок до рыбы в удовольствие, я вам скажу, пять тысяч стоит, да. Поэтому огромное вам спасибо. А пацаны вообще… Ну я так скажу, три прыжка сегодня является бонусом при поступлении в любое авиационное училище. Это вот то есть при равных прочих у них три балла есть. Летная школа – краевая организация с высоким статусом, так что ее продолжат развивать и оснащать. Но дело это не быстрое. Только на проведенный ремонт ушло три года. Мы разбирали все ящики, все это доставали, переносили на склада временно. Это был уже конец прошлого года, где-то примерно с середины апреля. Мы помогали, тоже, конечно, совмещали с учебой, когда свободное время и нигде не задействовано, помогали здесь все делать. Мы сделали учебный корпус. Теперь, так как пацаны проживают в школе-интернате, будем совершенствовать спортивную базу, где проживают базу. Планов громадьё, как минимум, еще на три года. Сами сотрудники о модернизации говорят, такого больше нет нигде. Школа стала образцом для подражания. А именно такой и должна быть организация, выпускающая будущих героев и патриотов Родины. Ура! 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 Дарья Ярушина, Владислав Ковалев. День с толком. В музее Барнаульского юридического института МВД России теперь будет храниться один из факелов с церемонией зажжения вечного огня на мемориале славы краевой столицы. В декабре прошлого года именно этими факелами доставляли частичку огня с могилы неизвестного солдата в Москве. Подробности далее. В прошлом году получилось завершить давно запланированное. Барнаульский мемориал славы подключили к магистральному газопроводу. Это позволило перевести его в статус вечного огня. После там провели торжественную церемонию зажжения огня факелом, доставленным из столицы России. Перед тем, как передать его в музей Бюи, глава города напомнил об истории факела и значимости для краевой столицы. Мы с вами зажгли вечный огонь мемориала нашего в городе Барнауле. Зажигали мы его вот этими с вами факелами. Их всего у нас с вами 8 факелов. Огонь памяти о тех, кто ковал эту победу, был доставлен в город Барнаул. Частицу вечного огня на Барнаульский мемориал славы доставили с могилы неизвестного солдата в Москве. Такое решение еще в конце 23-го года приняли Алтайская краевая организация имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова и Барнаульская городская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Факел в Барнаул доставили поездом, а сопровождали его как раз офицеры и курсанты Барнаульского юридического института. Отдельное спасибо за то, что мы тоже, конечно, поучаствовали в этом. Ну и за саму реализацию, ну и за идею оставить в институте такой символ этого мероприятия всего. Конечно, для нас очень важно это и в воспитательных целях для подготовки наших будущих защитников правопорядков. Это, безусловно, мы будем внимания этому уделять. Один из факелов теперь займет достойное место в музее Бюи – красные казармы. Защитники правопорядка смогут гордиться памятным экспонатом. Еще один факел передадут в Центр дополнительного образования на пост номер один. Его воспитанники по традиции несут почетный караул на Барнаульском мемориале славы. Дмитрий Дроздов, День с толком. Необычный концерт ко дню Защитника Отечества сегодня прошел в Барнауле. Пассажиры, ожидающие свой поезд на железнодорожном вокзале, внезапно для себя стали зрителями. На импровизированной сцене перед ними выступили артисты. Подробнее в сюжете – Ирина Корчагиной. Зал ожидания на железнодорожном вокзале сегодня превратился в концертный зал. Такие сюрпризы для пассажиров – не редкость. День Защитника Отечества не стал исключением. Сегодня мы, конечно же, организовали такой концерт ко дню Защитника Отечества, чтобы поздравить наших пассажиров, мужчин, собственно, с таким большим и важным праздником. Надеемся, что нашим зрителям концерт понравится. Он теплый, душевный и очень близкий каждому человеку сегодня. В комнате отдыха остановилась. Я сначала не поняла. Думала, что это где-то музыка играет, а это живой концерт. Вы знаете, это бесподобно. И пассажирам не так скучно будет сидеть, время коротать. Отмечают праздник. Известные композиции и премьеры авторских песен. Сегодня пассажиры услышали песню одного из командиров штормового отряда. Кстати, среди артистов есть даже певица, которая ранее выступала на сцене Мариинского театра. Вы знаете, интересно. Мне нравится, что звук летит. Конечно, это немножко неудобно в силу каких-то акустических законов, да. Но все равно это интересно, опытные люди здесь так живо откликаются на музыку. Откликаются пассажиры и на помощь бойцам. Эти волонтеры плетут маскировочные сети на фронт. К сетям кладут вот такие обереги в виде ангелов. Пассажиры смогли присоединиться к общему делу. Когда сети упакуют, туда вложат упаковочку с ангелочками. И когда раскроют эти сети, там будет сюрприз такой приятный. Еще будут там письма от сотрудников железной дороги, от их детей. Услышать живую музыку на концерте скоро смогут и жители Новоалтайска. В ближайшее время там тоже планируют провести концерт в рамках проекта «Вокзал территория культуры». Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Дезодоранты и носки – таковы стереотипы мужских подарков ко Дню Защитника Отечества. В преддверии праздника наша съемочная группа решила проверить, действительно ли стереотипы работают. Мы узнали у мужской половины города, что же они хотят получить в подарок, а у женской какие презенты они приготовили для поздравления. Я уже получил. А что получили? Вот такой шоколад именной. Артемка. Вы довольны? Очень. Собрал уже тысячу лайков. Носки и дезодорант. Это базовое. Ну а если помечтать поглобальнее? Ну тут нужно смотреть, так сказать, на вкус каждого. Я вот люблю цветы или какие-нибудь принадлежности для рисования, потому что я много рисую. Честно, наверное, пять пар трусов. Наверное, парочку с Хэллоу Китти, так, для разнообразия. И со спенджбобами. Смартфон. Какой? Не знаю. Новый. Уже получил. А что получили? Джинсы и свитер. Вы довольны? Очень. А что хотели бы прям? Чтоб мир во всем мире был. У меня сын. И, естественно, буду. А что, если не секрет? Нет, не секрет. Я прям такая рада, что мне удалось подобрать хороший подарок. Я здесь купила джемпер, полувер ему. С хорошей скидкой. Серого цвета. И очень большого размера. Как ему нравится. Хотела бы что-то запоминающее, чтобы было интересно. У меня была идея. Это на картинку. Хотела купить молодому человеку накидку в автомобиль, которая обогревает. Но нигде не нашла. В итоге сходила спортмастер. Угадайте, что взяла. Носки. Носки. И классное худи. Что будете дарить? Себя. В каком формате себя планируете дарить? С эмоциями. С добротой. Мы можем подарить подарки любые. Можем подарить за тысячу рублей какую-нибудь шоколадку, допустим. А при этом здесь кислое лицо. Подарок уже не сработает. Мы можем просто прийти с мизерным подарком. Что у нас произойдет? Мы просто подарим положительные эмоции. Потому что их сейчас просто не хватает. Продолжим. Жизнь Анны Гончаренко разделилась на до и после. Супруга бойца, который сейчас находится в зоне специальной военной операции, так описывает свое сегодняшнее состояние. И с ней согласятся, пожалуй, все матери и жены воинов, которые в тылу ждут своих родных и любимых. Накануне 23 февраля мы побывали в гостях у женщины с тремя детьми, которая ждет и верит, что супруг обязательно вернется живым и здоровым. Что помогает ей переживать непростые будни и, как в семье отметят День защитника Отечества, расскажет Данил Кузнецов. Губкой поводи. Вот молодец. Уже больше года Анне Гончаренко с работой по дому помогают лишь дети. Муж ушел на фронт после объявления мобилизации. Месяц раздумывал, прежде чем вызваться добровольцем. Жене задал лишь один вопрос. Ты меня будешь ждать? Конечно, хотела себя понять, в первую очередь, как бы, а я, а семья, а дети. Но вошла и в его положение, потому что, ну, не отпустить, не поддержать было бы хуже. То есть набралось сил, набралось терпения, нервов. Ну и поехал он. Ждем, верим, молимся. Самое тяжелое время – первые три месяца. Просыпаться без него, ужинать без него, проводить время с детьми – тоже в одиночку. Адаптироваться к такому режиму помогли жены других военнослужащих. Вместе они начали волонтерскую деятельность – создание косынок, окопных свечей, сухариков и супов быстрого приготовления. Вот борщ у нас идет со свеклой, суп лапша идет. Упаковый муж научил. Раз, два, три, четыре. Быстро со всем справляемся. Помогают и дети. Младший – Егор. Сейчас меньше капризничает. Понимает, что мама тоже устает. Сестра Есения теперь старается приглядывать за ним. Помимо этого она прибирается в общей комнате и сама делает уроки без напоминаний. Он добрый, заботливый, любит нас всех. Он вообще не умеет ругаться, не ругается никогда. Возит нас куда-то всегда. Я очень люблю его. Часто пишу ему письма, рисую рисунки и жду от него ответа. Созваниваться стараются каждый день. Но иногда весточки нет и по месяцу. В такие моменты отвлечься лучше всего помогают совместные игры. На 23 февраля семья хочет послать мужу и по совместительству отцу его портрет в военной форме. А для Анны и детей главным подарком станет простое сообщение от Владимира о том, что все в порядке. Жив, здоров. Нам пока не до праздников. Папу поздравим, а уже праздник. Дай бог, чтобы связь была, дозвониться и хотя бы словесно его поздравить. А там уже приедет и уже поздравим лично. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. В преддверии Дня защитника Отечества для всех любителей спорта мужской подарок. В Бийске на прогрессе впервые за последние 23 года стартовало первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юношей 15 и 16 лет. На протяжении пяти дней судьи будут определять сильнейших спортсменов, которые представят Сибирь на первенстве России уже этой весной. Далее подробнее. Первенство Сибири по боксу среди юношей 15 и 16 лет – долгожданное спортивное событие для Бийска. Ледовая арена «Прогресс» встретила юных боксеров со всех регионов Сибири. На турнир приехали более 180 участников. Я бы хотел поблагодарить тех людей, которые позволили провести данные соревнования. В первую очередь это наш президент Владимир Владимирович Путин, который сделал национальные проекты. И по этой программе построился этот прекрасный ледовый центр «Прогресс». Но он и не только ледовый, это все-таки спортивная, универсальная площадка. После предварительных боев зрители и участников соревнований ждала красочная церемония открытия – экскурс по истории Бийска. От указа Петра Первого о строительстве Бекатунского острова до присвоения городу статуса Наукограда. «Равнение на флаг!» В церемонии открытия приняли участие министр спорта Края Иван Нифонтов, исполнительный директор Дирекции Федерации бокса России в Сибири Игорь Евдокимов, помог в организации турнира и поддержал наших спортсменов, депутат Государственной Думы Александр Прокопев, выделил 300 тысяч рублей. Санкции, которые вводят против наших спортсменов, не могут сломить их дух и волю. Они продолжают тренироваться, принимают участие во всех соревнованиях внутри России и готовят себя к большим победам. Ведущим мероприятия стал легендарный ринг-анонсер Александр Загорский. Открытие посетили звезды бокса Рахим Чахкиев, Александр Поветкин и Денис Лебедев. Бокс – это такой вид спорта, где необходимо быстро принимать решения. Он учит командной работе, болеть друг за другом. Много очень вещей воспитывает вообще секция бокса. И в целом ребята учатся преодолевать трудности, воспитывается мужской характер. В глубинках рождается, в принципе, настоящий чемпион. Всегда так было. Вот всегда так было. Если у вас все есть, если у вас все есть, и вам не надо будет никуда стремиться, ни к ничем жертвовать, ни потом, ни кровью, ничем. Не с раздукой, а с родными. А если вам надо чего-то достичь, если вы стремитесь к чему-то, то это хорошая цель для молодого парня – выбрать эту цель, идти к ней. Первенство по боксу продлится пять дней. По итогу соревнований судьи определяют 13 спортсменов в своих весовых категориях. Именно они дали отправиться на первенство России, которое пройдет в апреле этого года в Самаре. Узнать имена лучших можно уже в эту субботу. На прогрессе состоятся финальные захватывающие бои. Елена Кузовкина, Илья Питков. Будни. Более 200 работ. 30 и 15 лет работы двух мастеров. Скульптора и художника, отца и сына. Сергея и Ивана Мозговых сконцентрированы в одном помещении в выставочном зале музея «Город». Экспозиция «Переходный возраст» демонстрирует широкий диапазон техник и материалов. В атмосферу искусства погрузилась и наша съемочная группа. Многогранным, необычным и удивительным искусством в очередной раз поразили барнаульцев отец и сын Сергей и Иван Мозговые. На открытии выставки «Переходный возраст» в музее «Город» собралось более полусотни человек. Кстати, название выбрано не случайно. Выставка, она приурочена к моему 60-летию и к 35-летию сына. Иронично мы хотели ее вообще назвать «Прощай молодость». То есть 35 лет – это рубеж перехода из состояния молодого художника в состояние зрелого художника, из здравствуй пенсии. Но мне пенсию перенесли на 5 лет, поэтому мне еще до пенсии работать и работать. И поэтому это отпало. А название «Переходный возраст», потому что у меня переход из одного десятилетия в другое, у сына переход из молодежного состояния в состояние зрелого художника. Это самая объемная выставка, признается скульптор. На ней мастера представили больше 200 работ, стараясь показать весь спектр направлений и все периоды деятельности. О любимой работе художник Иван Мозговой отзывается так. Обычно это что-то из скульптуры. Примерно раз в два года я делаю крупный проект скульптурный. И на тот момент, пока я не начну делать новый, это и есть любимый проект. Потому что, наверное, больше всего 4 часов туда потрачено. А так, не знаю, по настроению бывает, по цветовой гамме, или еще почему-то что-то начинает опять вдохновлять. Порой думаешь, что за ужасная работа, а через некоторое время думаешь, какая прекрасная вещь получилась. А я даже не понимал тайных замыслов ее. Тайные замыслы на этой выставке можно увидеть в каждой работе. Так, деревянный круг, клавиши фортепиано, струны и ключи нашли свое применение в инсталляции под названием «Круговорот». Круг вращения черное-белое, то есть символы такого сменяющегося состояния в жизни, и движения по жизни. И поэтому такая инсталляция потихоньку складывалась, по мере того, как мне очередной материал попадался на глаза. Поражает многообразием таланта Сергея Ивана, что просто и деревянная скульптура, и по металлу, и я даже не знаю, как называется это все искусство, но что насколько талантливы и сын, и отец. Заинтересовали его работы нестандартным подходом, вот настолько находить в каких-то мелочах, в ключиках, в детальках, в шестеренках, и преобразовывать, получая какие-то скульптурные решения. Это очень здорово и классно. Вряд ли кто-то останется равнодушен к такому разнообразию творческих работ, настоящих профи своего дела. Посетить бесплатную выставку «Переходный возраст» можно до 24 марта. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok